Всем привет, с вами Артур, мы проходим Tomb Raider Anniversary. У нас новый уровень Обелиск Комун, и сейчас нам нужно будет достать 4 предмета, чтобы открыть дверь в первом уровне. Так, здесь поворачиваем рычаг, и я думаю доберемся сразу до первой части, хотя их можно потом все сразу собрать, когда опустим все мосты. Но можно и сейчас, в целом, в начале это делать, или потом, разницы нет. Так, мы можем вон там вот спуститься по лесенке, но так будет быстрее. И нам нужно... Сейчас посмотрим, вот тут патроны, да, вот патроны есть. А еще, по-моему, на той стороне аптечка есть, но я точно не помню, но нам нужно сюда. Если мы успеем, то и туда зайдем. Так, тут у нас появляются ловушки, очень неприятные, и на самом деле уровень от них очень усложняется. Ну вот, ну вот, например, как-то так. Так, извиняюсь за это, сейчас мы, конечно, пройдем, я думаю, просто не очень удачно они двигались. Так, ну это еще нормально одна. И в целом с этими... Вот, сейчас она хорошо так стукалась, и мы прошли удобно. Просто, когда они с другой стороны стукаются, все сложнее. Здесь прыгаем на рычаг, чтобы опустилась вот эта платформа. И нужно быстренько на нее залезть, потому что она сейчас начнет подниматься, и тогда придется рычаг нажимать по новой. Ну, здесь опять идем по стене, можно так сказать. И тут вот у нас задвигающаяся платформа, поэтому нужно прыгать быстро. Можно двумя прыжками. Так, здесь длинный прыжок был. Да, отлично, конечно. Ну, я часто на нем падаю, потому что то она допрыгивает, то она не допрыгивает. Так, сейчас мы это все повторим по-быстрому. Так, ну вот, я спрыгнул не вовремя, как вы видите. Так, у нас тут патроны есть, но я их не буду брать, потому что это для дробовика. Для дробовика мне вовсе не нужны... И сейчас мы попробуем повторить прыжок, если, конечно, доберемся до платформы, да, то и... Так, добрались, и сейчас пытаемся... Вот, отлично, еле-еле допрыгнули, но все же допрыгнули. Так, здесь мы не можем запрыгнуть, поэтому нам нужно вот сюда, и... Вот по этим вот уступам. На самом деле лучше не залезать на него, потому что, как видите, тут стрелы-дротики стреляют постоянно, и... Это может лишить нас немножко жизни, но... Если ползти по уступам, то все хорошо. Так, значит, здесь у нас, по-моему, тоже задвигающаяся платформа. Но я думаю, мы успеем, да, успели. И тут мы сразу по боку... Движемся. В целом уровень очень длинный, потому что нам нужно четыре предмета ключа достать, и... В целом... Так, надеюсь, да, хорошо, что она зацепилась. Она, бывает, тоже не цепляется. Во всяком случае, я помню, что... Очень часто у меня это не выходило. Так, здесь у нас опять дротики, и... Мы не залезая... Осторожненько вот так вот движемся. Ну, вот здесь уже можно залезть, потому что... Они стреляют ниже. И вот так вот. Так. Тут у нас нужно как-то выдвинуть... Выдвинуть вот этот шест, и там секретка вроде будет, но... Вообще нам она... Не нужна, и мы движемся сразу вот сюда. Может, конечно, тут что-то есть. Да, тут большая аптечка. Так, нету никаких кнопок. Так, я не помню, как там. Поэтому... Так, у нас тут мумия. Без квиктайма Вента решила нас убивать, но мы все же ее убили... Сами. Так, здесь у нас надо быстро прыгать. И сюда сразу вбок. Так, но сейчас мы уже, наверное, доберемся до второго мостика скоро. Ну, вот нас немножко... Так, успели. Еще одна. И, по идее, вот эта комната... Только мы сейчас выше находимся, и нам нужно... Вот к тому рычагу добираться. Можно добираться по вот этим рушишься... Разрушаемым платформам, которые разваливаются, если на них... Наступить... Ну, не наступить, просто дотронуться. Но... Можно и без них. Это, наверное, сделали, потому что... Ну, два пути, как бы, с рушимисями и... Нерушим... Нерушимыми платформами, чтобы... Потому что нам еще нужно назад делать тот же путь. Вот, например, я сейчас могу, не залезая наверх... Но тут нужно быстро, так что... Это уж... Как вы чувствуете, справитесь или нет. Это уж на ваше усмотрение. И вот сейчас мы попадаем вот в этот... Ой, блин... Бритвы... Не очень... Приятно, но в целом мы прошли. Но там будут бритвы еще посерьезнее, так что... Это только цветочки. Так, тут у нас комнатка. В целом нам нужно, по-моему, будет потом наверх лезть. Но пока мы можем спокойно спуститься. Тут у нас мумии. Даже одна мумия. Так что тут еще есть патроны для дробовика. Кстати, странно. Вот... Не помню точно, было ли в первой или не было. Но вот... В четвертой... И может быть в третьей. В третьей тоже не уверен. Но в четвертой было такое, что у дробовика было два вида патронов. С красной киртечью и синий. Могли бы сделать бы и... В новых частях, чтобы у дробовика были разного рода патроны. А то как-то нехорошо так у нас открылась... Одна-две... Две решетки и проход наверх. Я на самом деле не знаю. Я попробую сейчас... Подняться тут уступом. Как вы видите... Здесь я никуда не могу попасть. Так что... Так что нам придется использовать вот этот вот ящик. На самом деле... Отчасти мне нравится то, что в части... Последней, как она там... Underworld... Там можно было отпрыгивать от стены, как бы... А тут вот еще нельзя. Ну, в целом и в легенде нельзя было. И в остальных... Ну, кстати, если не считать... Я сказал, последняя. Underworld еще же была... Так, патроны для автомата. Как-то она называлась... Последняя часть... Лары Крофт... Guardian Light... Или что-то типа того. Но там... Такая кооперативная, с видом сверху. И в целом... Не очень такая хорошая часть. Так, она выдвигается или не выдвигается? Потому что... Ну, это уже был не Tomb Raider. Это какой-то alien-шутер был. Так, наверх я могу. Нет, наверх я не могу. Но... Сейчас нам нужно будет сделать такую вещь, как... В общем... На крюк потом... Ну, значит, посмотрим, получится ли у меня. Да, отлично получилось. Я на самом деле не люблю это место. Поэтому очень... Очень переживаю. Так, у нас тут... Две... Две эти фигни. И... Это очень... Сложно для меня, во всяком случае. Так, сейчас попробуем раскручиваться. Но так осторожно, чтобы... Не порезаться. Так, мне очень... Страшно сейчас как-то... Даже не говорю ничего. Сосредоточен очень. Так, как-то у меня... Тут все застопорилось. Все, отлично прошли. Мы, можно сказать, наверху. Не помню, зачем нам наверх, на самом деле. Ну да, вот сейчас мы вот на вот этот крюк прыгнем. У нас чекпоинт. Тут у нас нужно так сделать, чтобы... Отпрыгиваем и сразу на следующий. Так, у нас там секрет лежит. В целом... Мы его можем, наверное, взять на обратном пути. Потому что если мы его возьмем сейчас, то нам придется проделать этот путь по-новой. Так, вообще нам нужно сюда, чтобы, по-моему, еще один рычаг нажать и опустить еще один мост. Но это как я помню, может быть и нет. Сейчас увидим, куда мы придем. Да, вот у нас еще один рычаг. Так, та же самая комната наверху. Ну вот, и третий мост у нас опущен. В целом мы можем спрыгнуть, но нам нужно все равно назад, там вниз и... Опускать четвертый мост, потому что... Никакого смысла нету сейчас спускаться. Кстати, на рекорды, да, наверное, можно было на время уровень проходить. Не знаю, почему мне так везет, почему я разбился только в начале пару раз. Так, сейчас попробуем достать секреточку. Так, что-то она хочет меня подставить. Опять накаркал, сейчас разобьюсь, чувствую. Так, ну вот, мы получили... Артефакчик... Артеф... Артефактик, вот как он, блин... Заговариваюсь немножко. Сегодня у меня на самом деле экзамен в универе. И я вот уже сейчас подготовился, и мне вот через два часа где-то ехать. И поэтому я решил немножко записать видео прохождение. И на самом деле, хорошо, что я не торможу, что я, по идее, чаще записываю по уровню. Ну, когда, конечно... Ох, как успел. Вот сам не ожидал же, что успею, но... Но повезло. Так, нам нужно будет вот туда. Но мы можем пока взять еще два предмета, печать чего-то там было. И... Так, сейчас мы... Так, попали. Берем второй предмет. Это у нас инк и сиды. Ага, ну вот. Мы можем отправиться на ту сторону, но в этом нету никакого смысла пока что. Потому что мостик не опущен, и... Так что мы идем сюда, по-моему. Вот у нас еще бритвы, конечно же. Так, надо осторожно. Я на самом деле не осторожен, потому что спешу. Но умирать не хочется, не хочется, поэтому... Так, тут у нас такая вот система. И вот это тоже неприятная комната, она тоже большая. Там есть вот наверху артефакт еще один. Я за ним не полезу, говорю сразу. Потому что этот артефакт очень убито, спрятан. Ну, там очень надо рассчитывать время. Хотя я не активирую. Тут можно... Одним рычагом активировать ловушки. И тогда похождение становится еще сложнее. Но я в какой-то момент заметил, что его можно и не нажимать. Как бы... Так, у нас тут мумия. Я ее пытаюсь убить. Так, вам еще одна. Да, вот она внизу там. Так, вот этот... Вот этот... Артефакт я тоже, честно, не помню, как взять. Как-то, наверное, сбоку. Ой, их тут три было. Думал, две. Одна осталась. А тут... Ну, как-то хорошо, что они, по мне, не кидают своими фаерболами. И... В целом, очень легко даются. Что в первом уровне, что здесь. Так, нам нужно... На стенку. На стенку, да. И в целом, потом еще забираться наверх, по-моему. Другого выхода отсюда нету. Ну, ладно, сейчас мы для начала пойдем. Так. Вот тут у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Не заметил, что их тут два. О, боже мой, как меня режут. Ну, ладно, мы все же справились. Это, кстати, первое наше ранение, наверное, если считать, что я разбивался пару раз. Сейчас... Ой-ой-ой. Ой, сейчас меня убьет. Ой, сейчас убьет. Ну, да, она... Много раз... Плохо прыгала на эти колонны и меня убила. Плюс еще там порезала. Так что сейчас мы попробуем. Ух ты, как получилось. Я сам в шоке. Так. Ну, что, сейчас делаем все хорошо, надеюсь. Так, ну, прыгай. Блин, ну... Ну, вот просто невероятно. Даже эти бритвы прошли, не задев их, а... Так, ну, попробуем повторить с бритвами наш трюк. Да, он получился очень хорошо. И сейчас мы... Повторим это печальное место. Ну, что такое? Ну, давай. Давай. Ну, блин, ну... Все, я накаргал. Чувствую, сейчас я тут надолго застряну. Хотя, надеюсь, что нет. Наверное, нужно, чтобы бритвы задели. Тогда... Тогда дальше повезет. Если бритвы не задели, значит, вас тут еще нету. Ну, давай. Все. Но... Что только что произошло? Какого черта? Вот это уже было не смешно. Это был какой-то... Бак. Глюк игры. Кстати, вы заметили, что бритвы вообще должны ее по ногам задевать, но не задевают. А, меня задевает эта бритва, и я даже не знаю, что делать, потому что, по идее, она не должна задевать меня. Но она задевает, и... Так, сколько раз я уже тут умер? Давайте, если сейчас умру... А, да, тупость. Ладно, не сейчас, но вот с следующего раза, если умру, то попробую уже повторить с выключенным видео. Но, надеюсь, у меня сейчас все получится. Так, давай убегай, пожалуйста. Ага, ну вот сейчас вот повторим. Так, отлично получилось. Не знаю как, но все же есть. Теперь мы сейчас тут, наверное, рычаг найдем, как я помню. Да, и сейчас нам делать этот путь назад. Я бы, конечно, сквозь эти решетки лучше бы пролез. Так, ну теперь что, несемся очень быстро, но осторожно, потому что тут нужно вот уже назад выжидать время. И вот мы все же справились. Прыгать надо вот с этой, с левой стороны обязательно, потому что справа оно не до конца заходит и может задеть нас. Ну, на сцену тут задело, ох, как нас хорошо задело, я использую одну большую аптечку. И теперь нам нужно забраться наверх. И если бы тут работали ловушки, нам бы это далось бы очень сложно. Так, я думаю, мы быстро справимся с этим, потому что ничего сложного тут нет. Вот так, я думаю... Так, попробую взять секреточку. Да, вот так она берется. А вот уже придется зато проделать этот путь по новой, немножко время ваше трачу, да и свое. Ну ладно, это не важно. В целом я тут очень быстро все проходил, если еще вырезать тот момент, где я умирал пару раз, то будет все хорошо. Может и стоит так сделать, но... Может и оставлю, не знаю, это не особо важно, не играет роли. Так, вот там вот у нас секреточка есть, но... Как я сказал, я туда не полезу ни ногой. Ну, конечно, можно попробовать, но я думаю, я его не возьму и только разобьюсь. Так, у нас там есть аптечка большая. А вот как наверх попасть, я на самом деле это и не помню точно. И я думаю, надо как-то... Ладно, сейчас попробуем. Есть одна идейка. Я думаю, у меня ничего не получится. Ну, как видите. Но, конечно, сейчас я попробую еще раз, может быть. Нам нужно просто не отсюда отскакивать, а вот оттуда. Хотя, они наравне как-то расставлены. И даже я не знаю, не знаю. Может быть, конечно, можно немножко подопуститься. Сейчас мы подопустимся. Главное это делать осторожненько. Вот это максимум. И сейчас мы попробуем повторить наш трюк. Если неинтересно, конечно, смотреть, как я пытаюсь добыть этот артефакт. Можете сразу выключиться. Так, ну вообще, может быть, вот здесь нужно, поэтому я попробую. Если я сейчас... Ох, как я далеко летел, высоко падал. Можно и так сказать. И, на самом деле, к черту, к черту эту всю фигню. Не получается, так не получается. Я говорил, что там очень все сложно, это дается. Может быть, и не так надо подниматься. Я просто уже забыл. Во всяком случае, я так долго пытался. И не помню, получилось у меня или нет. Или я каким-то другим способом нашел как-то... Как туда подняться, но... Вот, может быть, как-то так. А мы движемся назад. Сейчас мы вот в тот проход заберемся. Так. Вот, кстати, этот рычаг, который... По идее, можно нажать. Так, что-то я опять не то нажал. Ну, давайте я выключу видео и доберусь до туда и уже там начну. Потому что опять это все место. Так, давай. Ну вот, мы опять здесь. Это не заняло даже, наверное, и полминуты. И теперь нам нужно... Все же как-то добраться туда. И вот я даже думаю, как? Может быть, и не отсюда надо? Может, там пониже как-то можно? Так, ну вот если прыгать, то... Я думаю, я разобьюсь, поэтому... Я попробую не отсюда добираться. Будет благоразумнее. Будет благоразумнее. Ой! И как бы мне... Как бы мне... А, вот там, видите, есть крюк. Так что можно было сюда и не забираться. Так, теперь бы как отсюда спуститься на самом деле. Ой. Чуть она не разбилась. Хорошо, что... Скрипт не сработал. Или как это даже... Так. Ужас какой-то просто здесь, но... Во всяком случае, с ловушками это все было бы сложнее. Поэтому я рад, что я их все на не включал. И как бы мне тут... Как бы мне тут... Да, нам нужно туда, я думаю. Вот на вот эту платформу, потом на крюк. И мы будем наверху. В целом, это быстро делается все. Не знаю, почему я тут так... Тупил. Только время тратил за зря, можно сказать. Ну вот, мы вот здесь, конечно, можно было бы включить этот рычаг. Показать, что будет, если на него... Ну вот, как вы видите, здесь начинается ад. И уже ко мне едет один. Все. В общем, мы взяли то, что нам нужно. И сейчас мы возвращаемся. В целом. После того, что мы преодолели тут, уже ничего сложного. У нас быть не должно. И мы вот здесь. Сейчас мы... Сейчас мы возьмем последнюю... Последнюю реликвию, предмет. И... Так, вот у нас коробей. И посмотрел, какой... Можно сюда перебраться. Взять тут патроны, что ли. И... Больше ничего нету. Патроны нам не нужны. Поэтому... Сразу ныряем. Так, где-то тут... Решетка отошла. Сейчас мы ее найдем обязательно. Вот она. Тут отошла. И сейчас мы, по идее, должны из-под статуи вылезти, которая была на первом уровне. Так, нужно плыть быстрее. Тут у нас сом усатый плывет. Может, это и не сом, но похож на сома. Так, ну вот. Тут уже у нас... Воздух. Вот, сейчас мы оттянем рычаг, и, по идее, откроется проход. Я хотел патроны сначала взять, но... Игра захотела, чтобы я сначала нажал рычаг. Вот, видите, мы тут сейчас вылезем. Возьмем патроны. Больше тут ничего нету, по-моему. Ну и отправляемся... Кстати, вот тут у нас аптечку забыли в прошлой части. Хорошо, что она не исчезает. И... Сейчас мы выйдем отсюда, вставим все, и у нас откроется проход на следующий уровень, по-моему. По-моему, там ничего особого больше делать не надо. И уровень закончится. Так, свет яркий опять. У нас тут новые монстры. Ну, убиваются тоже просто. Тут у нас, по-моему, только один. Потом их будет уже по два, по-моему. Так, что... Нет, нет, нет. Но вот это да. Так, первая есть. Вторая есть. Третья есть. И вот эта дверь должна открыться. Сейчас посмотрим. Так, давай, вставляем уже. Да, вот они скрипя открываются. Хотя, ну, не скрипя, но... Все, вот мы и прошли уровень. Тут у нас четыре артефакта. Один я, значит, вообще не помню, где находится. Я только помню, где один другой. И всем спасибо за просмотр. И встретимся уже в следующей части. Все, давайте всем пока. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok